коллектив привет у нас ситроенко c3 дело то что должен был тигуан быть узнать есть такой вид людей которые купили в америку виталька надо сделать машину поставь на очередь но хорошо будет машина приезжай или там какие-то змеи по машины будет пиши звони и человек пишет да уже она там уже там потом такой пришло она уже у меня когда загоняем в понедельник все окей окей короче мне мой месяц мозг клиент парил а потом только в понедельник не приехал звоню в понедельник а трубочку не берет пишу в instagram смотрю просмотре на они отвечают есть такие клиенты которые тупо подставляют человек стигуан ты редиска пипец потому что ты немножко очередь поломал хорошо что это была машинка после тебя или даже нет это машинка должна была быть на улице делаться попутно тебя поэтому бывает такие ситуации значит так машинка машинка прикольная но вы знаете я извращенец мне нравится все необычное если на стоянке будут стоять какая-то к восьмая или ашистане и citroen c3 я побегу его смотреть потому что audi машина на про 6 она обычная стандартная стандартная приборка как у меня в джеке было тут есть там ничего интересного нету там а 5 вот было у нас неинтересная citroen вы посмотрите какой телефон звонит хотел сказать посреди какой большой проем значит уже удобно садиться сейчас да андрюшка да работает хорошо липки по замыску что работает давай посмотрите какая какой высокий проем если взять рулетку и померить сигаря 6 то у него будут на 30 сантиметров ниже проем соответственно залазить ему неудобно в него здесь высокая посадка водителя что уже делает комфортная залазим я в автомобиль суши тебе срочно нужен c3m c3 мне да так он офигенный я очень люблю машины когда ну так ты подошел смотрите если что я чистый сел и у меня еще вот сколько зазора ну как в кенга как в других каких-то красаверах в ауди игоря пока залажу я страдаю игорь там дверь делает сейчас покажу сдает мне экзамен на работу с клеевой я его два года учил учил вау тут еще и люк есть а он как работает вау слушай крутяк офигенно сиденье такие интересные я никогда не делал c3m c3 я вам больше скажу я никогда даже его руками не трогал не стоял возле него и вообще что-то их на дороге не замечал подогрев сиденье тулили в сиденье логично подогрев сиденья поставили сиденье мультимедиа кэша говнецо я бы выкинул вот вот это панель у этих машин и панели вот с таким карманом у микро кстати также только у микро полный идет офигенно удобно вы знаете потому что садишься в машину куда телефон все надо включить навигатор все смотреть едешь навигатор работает удобно автомат машинка на газу прикольная боковые стекла необычно оригинально петли обычная петля вопросов нету верхняя петля обычная но я так понимаю это ограничитель сделан так что это за коробка зачем здесь эта коробка нет это не ограничитель ограничитель идет на петле зачем здесь эта коробка какой функционал она несет я упор не знаю что это как как думаете я не знаю сейчас будем вот ограничитель сейчас будем кого-то спрашивать но что это и как это работает она никак не работает не работает пипец интересная штука здесь все стандартно 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 кармашки кармашек вторая полочка до удобненько шахта как-то не плохо сделано повреждение дверь покраска только дверь тут еще у человека есть тычок но я сказал если время будет просто возьму клеевой немножко его подровняю украсить не надо человек вообще как бы не хотел его делать говорю давайте возьму вам немножко хотя бы подниму поэтому там надо поднять дверь ударенная вверху внизу игорь уже часть выдернул пока мы с вами три недели ну то есть такая работа тупо поработать клеевой а потом возможно доработать с поттерком подожди я тут сразу и корнею снимаю и в тик ток снимают посередине давай вообще стоечку поставить бы цены не было вернее стал какого смотри марип от пота вырывает идет давай вот зачем нужно больше потому что если принципе можно разобрать дверь карту снять и отсюда выдавить все но если там какой-то усилитель нету на направлении атор клеевой ты просто вот прикинь сколько споттером ты бы дергал чтобы хотя бы выбить час до этого момента что да не ломай дверь я вижу что нам все корнею пауза корней очень понял да клеевая она не заменяет споттер она офигенно помогает все-таки поставили стойку потому что она но не совсем правильно как бы обратно молотком такие повреждения отбивать тут надо просто натянуть кант вывернула сейчас натянуть обстучать 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 еще вот здесь канпа за приклеить гибкую тоже натянуть потому что когда ты бьешь обратно молотом она никто а когда ты вот натянул и простучал одно совершенно другое получается пистолет работает супер класс нагревается за минуту чем-то офигенный пистолет антикапля почти работает и векраску всю горвол ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй и Вот ямка. Только когда Игорь выдрал краску, мне стало стремно за эту штуку. Да просто он пока там работает, вот он грибков, куча тут любой берись. Сейчас так маленькими подергаем. Возьмем такой большой, только по центру дадим. Они новые, мы их только купили, поэтому я немножко не уверен, что они с первого раза будут прилипать. То ли их помыть надо чем-то хорошим. Аккуратно, чтобы производственным силикон вымыть, мне еще не видно, я низкий, и я наклеил ее на кант. Табуретка на умница. Я наклеил ее на кант. Ага. Не, ну нормально получается. Уже клапула. А ну да. А вот он. Не будем ждать. Офигенно подняло. Не поднял, ободнял. Да, не будем ждать, как ты говоришь. Окей. Она стала офигенно острая там дальше. Поэтому возьмем еще попробуем такие вот очень маленькие. Ну как бы в принципе этого достаточно, что только что дернул, потому что мы так решили с клиентом. Просто чуть-чуть ее знаете. Чуть-чуть приподнять. Салфетка вот. Дико извиняюсь, что я забрал вашу салфетку. Мне уже тут почти нравится. Тут нету задачи делать прямую идеалу. Я вот так и человек говорит, давайте вам пару раз дернул, чтобы не сильно в глаза бросалось. Ну вот, к примеру, знаете, как и вот. Смотрите. Тут мы трогать не будем. Порог очень ударенный у человека. Проваленный вот. В принципе, тоже можно, знаете, взять, наклеить, дернуть два раза. Ну такое чисто на килограмм зернового кофе заработать. Вот эту наклеить, потянуть, дернуть. Время будет, может, и дерну. То есть иногда ты делаешь работу, которую, в принципе, тебе за нее не заплатят. Нет, мы не договаривались и не заплатят. Но, если я возьму, к примеру, и вот. Видно, порог ударенный. Если я здесь потрачу полца своего времени, и у меня получится что-то более-менее ровно сделать, то это называется опыт. Даже если мы клиенту сделаем это без денег. Это опыт. А опыт для работы с клеевой я хочу получить. Без ламп, без ничего. Что? Говорю, без ламп, без ничего. Дергаем и смыкаем. Так, контролируем именно только визуально. О, ничего так. Все. Блин, это так возле ребра оно это засажено. Но это возле ребра не вытянуло. Глебо, ты краску порвешь, краску не вытянуло. Потому что, да, если я сейчас возле ребра порву краску, то, угадайте, кто ругать будет меня за это. Правильно, Гошик. Потому что ему на шару придется красить. Все, последний раз и хватит. Че ты? И хватит. Вот как получилось. Смотрите. Глин, ну, знаете, иногда вживую смотришь, вот как бы, видишь, классно. И ставишь камеру по своему, ну, как ты смотришь, так возле носа и ставишь камеру, чтобы вы увидели. А потом, когда монтируешь, понимаешь, вообще не то в кадр попало. Это в прошлой серии, по-моему, или в позапрошлой, я показывал, что с Алиэкспресс грибочки пришли. Ты знаешь, раз за два не надо поработать уже не нормально. Ссылку не помню, оставлял, не оставлял. Он там комплект я купил, 90 штук, стоит 200 с чем-то, по-моему, гривен. Мы там отложили часть товарищу, надо подарить. Ну, а частью работаем. Они когда новые, они как будто в силиконе, от штампа. И поэтому их надо или замачивать в чем-то. Ну, как правило, это никто не делает, кроме Ренька не делают. Ну, я знаю одно, что ты, когда им работаешь, раза пять, он тогда как-то с каждым разом лучше, лучше, лучше. И в итоге они нормально становятся работают. Потому что если взять старые грибки, первые, они тоже вообще не прилипали изначально. А сейчас вот за полтора года они выработались, высохли. А ты где она работает? Все, я один раз дергаю, последний и все. Два. Я не буду больше. Я боюсь. Я боюсь Кант. Рядом сильно. Ого, она же завернулась туда. Вот. От Канта 3 сантиметра острое ребро. Мы его не трогаем. Вот так мы и оставляем. Вот его, смотрите. Гораздо лучше, чем было. Понятно, это не идеал. Хуже, чем хотелось. Конечно, хуже, чем хотелось. Мы хотели вообще в идеал. Но в идеал мы не умеем клеем работать. Поэтому так, плавно-ровно пойдет. Я не успокоился и взял еще раз. В одном месте дернул, еще лучше стало. И в другом. Понятно, я тут без света ничего не вижу. И вообще, грибочки еще бывают, продаются, как полоски такие, например, 10 миллиметров, там на 3, 30 миллиметров, 40, 50. Типа полосочки. Не круглые, не квадратные, а полосочками. Поэтому надо их купить. Вот здесь как раз полосочкой, может быть, было бы даже лучше. Стренку, что тут все конта. И вообще, я не смотрел. Может, там из того, что конца гнулся, краска там лопнула. Я сейчас ее вы... Море сделаю. Все. Да, я верю, что... Я верю, что никто не хочет красить. Вот что имеем. Оставляем. Я, люди, в прошлом видосе немножко показывал фен с названием 88. Ну и где тут название? Что-то я не вкурю. Да, вот же название, не тот, смотрю. 8208 LED дисплей. Еще люди написали, что можно такой в Китае купить. Ладно, давайте его отрубим. Что можно такой в Китае купить и дешевле купить. Я согласен с вами полностью. Бывают, правда, моменты, когда не совсем в Китае комфортно покупать. Все. К примеру. К примеру, я на Алиэкспресс заказал праймер. Типа для наклейки скотч. Ну, как бы, знаете, 94. Типа вот такой. Заказал больше месяца назад. Фиг знака да. Три пузыречка по 10 грамм. Чтоб был. И что? Проходит полтора месяца, его нету. Приезжают клиенты и просят приклеить одну большую штуку на бампер сзади. Проще купить в Китае. Проще. Мы едем. Я еду и покупаю 500 гривен. Вот. 500 гривен. Хотя в Китае дешевле. Я, кстати, сравнивал их по... В ТикТок там видос снимал и в Телегу. В принципе, я имею в виду, что китайский работает. 500 гривен. Хотя я заказал полтора месяца назад на Алиэкспресс. Но он вовремя не приходит. Иногда просто бывают вещи, которые нужны очень-очень-очень быстро. Поэтому мы и заказываем их не в Китае. Значит, фен. Термопара. Смотрите. Фен. Сразу там был вопрос где-то. Есть ли магниты в подставке? Есть, да, железки или магнит железки, скорее всего. Ну, что-то есть там. Иногда в Лакее 702 у меня магнит, по-моему, стоял. А в ручке гиркон. Гиркон называется. Здесь тоже что-то есть. Потому что я только что пробовал на термопару, как он работает, а температуру. Вы знаете, я его так положил, направил. Прихожу, он выключился. Убавляю, начал убавляться в ноль. Да, все-таки, когда уложишь его на подставку, что-то срабатывает. Вот так вот положил просто. Как-то так, примерно, чтобы на термопару направить. И оно сработало. Фен. Маленький, компактный. Без коробки большой. Как в Лакее 702, как у Игоря. по параметрам. Почему написано? А, 220 вольт. Тут непонятно. От 110 до 220. 750 ватт. Температура от 100 до 480. LED дисплей. В упор не знаю, что такое. Бровер. Бловер. Не учил английский. 120 литров в минуту. Что-то там 114 метель. Какая-то 600 грамм. Все. Мне больше ничего, по сути, знать не надо отсюда. Включаешь. Температура сразу начинается. Цель себя показывается. Выбираешь температуру больше-меньше. Кнопка Set. Если удержать кнопку Set. То у нас мигает цифра 8. Не успели мы. Если нажать кнопку Set. Удержать. Мигает цифра 8. 7, 2, 2, 1. Это регулятор потока воздуха. Регулятор потока воздуха. Давай побольше. Давай на пятерочку поставим. До 8. То есть 8 положений работы вентилятора. Или как сказать. 8 режимов работы вентилятора. Давайте поставим на пятерочку. Дальше. Вот. 400 поставили, к примеру. И если ложишь его на подставочку. Которая по логике вещей должна быть прикручена к стеночке. А за счет силиконки прикольной. Оно вообще. Как она должна быть. Вот так. Раз. А за счет прикольной силиконки. Фикон спадает. Реально держит. То сразу идет занижение температуры. То есть да. Там видит. Тимагнитик. Воздуже по магниту. Там геркон стоит. Видит. То есть работает. Теперь. Надо. 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 Поставить термопару. И посмотреть. Как раздится показания. Термопарой. Поставил насадку побольше. Потому что это маленькая. Поток заужает. Он как. Не могу термопару. А хотя можно засунуть сюда. Вопрос. Термопару надо было ставить где? Там вдали? Или дальше где паяем? Здесь стоит 400. Здесь сейчас у нас что-то растет. И вообще она показывает 277. АПП у нас паяем и 360. Правильно? Да. То есть если верить термопаре, что здесь на выходе 275, то ПП-шка, полипропилен не должен плавиться. Он уже 300. Как-то я ее двигаю. Знаете, и она по-разному все показывает. 310. То есть, а тут 400. Там уже 315. То есть неверные показания. Температура вообще не соответствует дисплею. Тут 400. Здесь 320. Паяем мы ПП-шку. ПП-360. Знаете, сейчас она не должна плавиться, по идее. А как же я увижу, плавится или нет? Блин, это неправильно. Надо как-то... Сейчас мы откусим кусок. Что? Не верю. Я хочу вот сейчас кусочек этот напаять на эту. Типа будет ли паять? Ну, что я не знаю. А что, не будет? Да. Какой радость, она не будет паять. Оно паяет хорошо. То есть, оно паяет. Оно проплавляет, все нормально. Значит, получается, что сейчас в данной ситуации я больше вот этому верю, чем вот 200 с чем-то. Может, я неправильно замер делаю? Но если 300, оно не должно работать. Мы же паяем 360, 380, я даже люблю паять. Иногда 400. То есть, что-то здесь получается как бы и неправильно. Где-то. Или это обманывают, или та обманывают. Ну, оно же вот спаяло. Хотя, опять, смотрите, беленькое, все положено. Хотя, сейчас должна приехать, должен, должен приехать товарищ, бачок от Kia Magentis попаять, папешки. Поэтому сейчас он приедет, и мы попробуем на бачке. Именно, как бы, на живой работе. Но пока непонятно, почему там 323, а здесь 400, где штуково обманывают. Хотя, вот как по мне, я более-менее чем уверен, что у него есть калибровка по температуре. Поэтому предлагаю его разобрать и найти этот подстроечный резистор. В других паяльниках есть калибровка такого же плана. А, ну еще забыл сказать, что бы выключить паяльник, как бы, не надо вырубать вот эту штуку. Если нет подставки, то сет кнопку раз нажал, и получается, температура падает, и идет продувка. Ну, остывает он. Это если мы используем без подставки. Ну, как бы, знаете, бережное выключение. Только единственное, что в нем неудобно, вот я столько пробовал, его охота положить вот так. А это же мы перекрываем вентилятор. Это неправильно, потому что и мусор засосет, и закроется, и он задухнется. Это неправильно. Ну, то есть, понимаете, как бы, вот так его на пол ложить не хочется, так не хочется. Вот так и просят вот так положиться. Но нельзя. Как бы, не в том месте немножко сделали забор воздуха. Я немножко обломался. Я думал, здесь есть калибровка. Думал, здесь есть резисторы. А здесь ни черта, ни ма. Прикольный кулерочек зато такой. Кулерочек. Что мы тут с вами видим? Это конденсатор, и это конденсатор. Это конденсатор, и это конденсатор. Это варистер, возможно. Это конденсатор. Это дроссель. Познание моего электроники вдали какие. Это выключатель. Это турбинка. Конденсатор. Вот видите, полоска белая? Это минусы конденсатора. Конденсатор 105 градусов. Что-то ничего не вижу тут. сколько этих фаренгейтов микрофарад ой микрофарад мелкая сильно короче нету тут регулировки температуры я немножко них одни я не хочу откручивать плату навряд ли она там будет с той стороны я немножко огорчен хотя это паяльник немой мне все равно что тут есть но я что-то думал будет если чел на алиэкспресс керамическая керамика с обмоткой продается без проблем покупается на алике они продаются но напомню это паяльник да у я попросил у товарищей которые ими торгуют поэтому ссылка на паяльники где они торгуют под видосом я просто взял на пробу понять для себя прикольный или нет сам корпус вы все фум фактор или как там это класс это да удобно ты включил и пошел паять не надо таскать за собой коробку это не резистор подстроечный и это не резистор ну нету тут никаких подстроечных резисторов печалька хотя если а где дисплей на холон дисплей блин а там может и все-таки быть если разобрать мы не будем разбирать собираем назад сейчас андрюшка приедет бачок паять если вдруг приедет запаяю тогда уже скажу удобный неудобный а может быть здесь как-то температура зависит показания температуры зависит от выхода воздуха может если сделать первую передачу воздуха или или тогда она будет более соответствовать более приближенные показаниям чем на восьмерке к примеру вот показывает 370 градусов 370 здесь 450 то есть при такой температуру опять же опять а кто сказал что гошико станция тоже давайте гошико станцию еще потестим тоже проверим термопарой показания насколько что все соответствует поэтому не потому что мне кажется это условное обозначение температуры дядька юрка с николаева позвонил утром меня в 10 утра и говорит виталик мне она очень нравится потому что у него есть другая с алиэкспресс за 1300 гривен там где нет вот этой балабухи а где идет она в ручке все сделано он сказал у них она есть она конченная потому что сильно плавая температура то есть ты появишь то много температуры то мало то перестала ну то есть он орет она конченая вот эти увеличенные на ручке как бы вот такие вот 82 08 люди как бы на них не жалуются диктинг искал температура плавает беру не знаю поэтому я ведь киркурю давай я включу на пять минут и просто говорю проверим насколько она плавает вот сейчас она плавает на градуса два от 7 от 379 до 381 она плавает как бы я не считаю что это плавает я считаю что она стабильно здесь стоит но она не плавает два градуса три градуса хотя опять же может она там и плавает но термопара не успевает переварить эту информацию ну да поняли да термопара не успевает а кто не вкусит термопара называется смотри моментально 230 220 остывает 205 166 то есть остывает моментально сейчас еще чуть пусть поработает потом вроде прикола игоря сравним вот здесь 450 а тут у нас получается 380 то есть на 450 она на 70 градусов за ней занижает термопара занижает показатели ну давай так что 80 было как ты еще как ставишь ее так она и по-разному и ставится поигрался со скоростями восьмая сейчас 1 стоит до этого на 8 работал она вот в этот раз 360 примерно начала показывать и что на восьмой что на 1 что на 5 на 365 и показывает то есть показали вентилятор не особо влияет на выход температуры с этого сопла этой термопарой 360 берем пп появился 450 то есть 85 градусов сейчас разбег идет именно сейчас разбег 85 у игоря станция баку 702b есть один минус у нее последнюю с лакеем потому что на лакея примеру ты хочешь выставить 350 градусов или любую другую температуру ты берешь ручкой и выставляешь 350 а потом бросаешь а здесь у игоря не не показывают температура какая будет когда она заработается но вот смотрите 303 да а потом мы его другим здесь должно было например быть 450 до максимально а ю нету поэтому мы не знаем поэтому когда надо угадать точно температуру приходится ждать пока она как бы вот прогреется вот триста 17 нам 400 надо вот 400 примеру 400 до хотя термопару ставим и будем тоже контролировать у игоря кстати нету здесь гелькона магнитика поэтому когда ложишь она не сбрасывает как на этой и на лакея 702 чё ты мне кажется это копия лакея 702 то есть здесь получается почти 400 без двух градусов 400 без звук а здесь получается 357 60 почти 40 градусов для поверхность у тебя более точно получается по термопаре более точно а мы всегда паяем где-то ставим 380 360 380 но зависит толщиной пластика да вот примеру мы вот так паяем 380 а по факту тогда получается температура на выходе 340 то есть по факту термопара показывает 340 значит термопара неправильно или все неправильно показывают то есть данном тесте с игры станции мы поняли что информация на дисплее что здесь что там это условная информация и при пайке только ты будешь понимать мало-много и во время пайки ты будешь себя выставлять а потом когда ты во время пайки на выставляешься ты просто запомнишь примеру какая здесь надо сразу выставлять какая здесь сразу выставлять по сути информация условная это условная температура это не температура на выходе это условная температура поэтому когда кто-то говорит а почему вы ставите 400 ведь надо паять при 360 а потому что они гонят и так и так гонит потому что это условная информация крышка со 5 которую я дворе делаю лёшка таки не забрал чем сами виноват крышка была идеальная алёшка никак не может забрать ураган такой был что она упала и поцарапалась не ну крышка это она битая там ее под рифтовку под покраску но была идеально целая а лёшка не забрал теперь она он поцарапанная ну хоть без ямы это радует поэтому если мастер говорит заберите пожалуйста свои запчасти не надо с января с начала января их оставлять у нас уже март а нет уже апрель ого смотрите мы сыграем часто стекла в клеем поэтому всегда хотелось какой-то некий шкребок поэтому мы приобрели шкребок top tool gg cg 01 40 где приобретали ссылка под видосом есть ирина в вайбере ведет группу занимаются в основном top tool а у неё можно купить top tool ниже чем у всех ниже чем у нее top tool не бывает поэтому мы вот приобрели top tool чик я даже в тик ток видос снимал чтоб просмотров набрать что нам прислали бракованный типа он должен быть ос острый а нам прислали с алюминиевой накладкой люди ни черта не поняли но видос набрал 40 тысяч по моему и куча комментов там штук 200 то есть если чё охотиться хейтить свои видосы для подписки для набора просмотров тик токи и для комментов я могу конечно я хотел когда все написали надо лезвие перевернуть я хотел снять 2 до что если его так перевернуть то все равно ли мишка остается ну ладно не стал уже людей троллить хотя некие узнали меня и написали виталька ты в своем репертуаре смотрите это алюминиевая крышка я уже пробовал здесь снимать герметики ни черта не понял то ли она очень острое хотя люди пишут что до такими же точно такими снимают остаток клея почему не канцелярским ножом потому что иногда ты с него вклеишь стекло здесь стоит потолок он немного выпирает на миллиметров 5 и не всегда комфортно его отодвигать чтоб резать канцелярским ножом также и панель также и обшив и обшивы поэтому мы решили попробовать тоже вот такой штукой только надо как бы знаете блин как где где же снять то есть так я не могу потому что я в я снимаю краску вот подождите как-то я не могу не могу только что они в принципе я могу только надо немножко приучиться да можно это делали канцелярским ножом без вопроса так где же есть толстый слой герметоз но иногда охота иногда охота и не ножом здесь просто слой клея миллиметр поэтому мне слушайте я уже почти научился я уже почти научился ну в общем у нас такой пульчик прикольный появился ссылка на ирину под видос на группу в вайбере там если что-то надо заходите в руку и пишите надо купить надо мне то она предлагает вы выбираете покупаете нравится блин топтул еще топтул всем нравится угол конечно какой-то такой сделают что будет краску врезаться или это алюминий да я в алюминий врезаюсь короче надо научиться надо подобрать правильный угол согласны согласны надо еще лезвие купить не что-то мне не получается да ладно я думаю получится у других же как-то в тик токе и в ютубе получается скребками работать вы чё хуже и у нас получится класс ирина пассива ну если вдруг даже и не зайдет мне снимать герметик со стекла все равно мы его положим в набор для вырезки стекол там где струны у нас держатели эти про ты кашки пусть лежит именно в том наборе будем наклейки со стекол снимать и пусть будет про паяльник люди писали на алиэкспресс дешевле и вообще-то может заказать слушайте можно смотреть я недавно ездил покупал себе наушники redmi 4 они на алиэкспресс стоят гривен 450-500 но мне надо было сегодня поэтому я поехал и купил за 900 переплатил почти два раза потому что иногда нет возможности ждать так и здесь кому надо купить по месту кому не очень срочно купит в китае я вот примеру два месяца назад заказал для клеевой нечто подобные штуки втянуть канты ну кантики вытягивать там порожки под определенным углом регулируется уже две машины были в работе которые эта штука нужна была два месяца уже прошло этих штук еще нету я не знаю где они делись двадцать стоят по моему не знаю может и не приедут может уже пора заново заказывать и проходит курс молодого бойца на этом после два года ему тут спатырю он уже разучился 4 блин я сейчас вот как уеду куда-то вдруг почему-то и зачем-то как ты тут будешь без меня не об этом и горяхтур говорит блин там ну она как бы хлопает знаете над надавлюсь она вот играет там потянул немножко бук она стала жестче я может у нее металл такой потому что я мне то играет внизу видно линия у нее металл пипец отдавать никакой дыхмот легонько смотрите как играет вот видно это нормально все нормально то что там играет у тебя немножко передняя передняя пожестче не ну пожестче играет какая она нежная дверь у нее ей сумочки и еб зашуметь бы трех миллиметровкой изнутри виброй туда бы было это так есть мятина и добыли мысли сделать но я боюсь гермитосов оторвать дело то что клиент вообще это не просил делать мнение это не надо делать это уже тебя там знаете опыт ну я боюсь сейчас если отрываем гермитос это такой попадала типа знаете инициатива наказуемая хотя можно снять подкрылок там возможно пробка есть и крючком длинным можно выровнять а потом туда пробку даже если пробки нету то можно просто взять сверлом на 20 просверлить крючком типа как педальщики делают монтировкой нет крючком арбатуру загнуть там болт переварить выгнуть аккуратненько пробочку назад но не хочу лет не просил значит не надо если бы он просил дамы сейчас бы клеевой тогда туда надо было красить очень инициатива наказуемая не буду я туда лезть вдруг он там ударил вдруг страховая должна оценить я сейчас возьму выровняю что я клиенту не говорил что буду ровнять я клиенту говорил за батон только утро следующего дня игорь вчера до поздно работал погрунтовал и уехал до вовки цибина на подбор краски потому что цвет такой что ух 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 база будет лежать вот так лак здесь будет как бы родная база поэтому здесь проблем с цветом не будет даже если неправильно подберут а здесь вот стык идет кусок поэтому тут вот ответственное место может кашпому там и дверь красить хотя она даже и ударенная но клиент сказал не надо это как бы там учебная машина учебная то есть краска ответственная поэтому ловко если он будет у лёшки нашего колориста дела прихата неделю подбирать он будет далёшь потому что лёшка болеет не каждый день работает ауки колористом по идее быстро подберет вот как и узнаем как он быстро подберет луки колорист у нас с вами есть бачок который нужно запаять который друг андрюшка на маджентисе не увидел бетонное ограждение на дороге и когда разворачивался въехал бачок другой да можно купить другой бачок он стоит полторы тысячи гривен но нафига покупать вещь которую можно сделать значит тут есть где-то трещина вот она идет самая неприятная то что андрюшка друг нанес сюда супер клея вот супер клей который надо через чистить все это дело полностью дальше какой-то еще черный клей вчера пытался смолой залепить нафига ты сюда лес провод кошак 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 поэтому сейчас мы это все расчистим и попробуем запаять новой станцией двоечка фреза вы как-то так дрыщово о троечка ну да одной рукой конечно не совсем комфортно и удобно ну и так дальше конечно все не вычистишь потому что там середине трещины какая-то он черная гадость но я думаю мы ее пластиковым прутком запаяем она сейчас еще все играет как-то проваливается дырка как-то так помассажировал дырка исчезла греть нам ничего не надо принципе нормально поэтому сейчас паяльник нагреется немножко как бы зафиксируем трещину дальше у нас тут идет пп я он вверхе спрашивал что за пластик грит пп написано пп полипропилен ппшка ппшка у нас куча даже больше скажу у нас не то что куча у нас прям еще и цветная есть ппшка вот ппшка беленькая поэтому ей и запаяем хотя по сути без разницы какая беленькая черненькая у меня на кенге когда мы с вами делали мою перевернутую перевернутую кенгу у меня по моему я заказал другой бачок вроде бы я вот не помню но что-то мне сдается так вот какие мы грязные вся стружка с бомбашинки налетела и я помню при сборке кенга когда я уже поставил у когда я поставил по моему даже бампер я залил омывайку и у меня обнаружилась большая трещина но она обнаружила сверху бачкал именно сверху я тогда взял компонент двухкомпонентный клей оксвиц нас его уже нету здесь двухкомпонентный клей который намазал аэрозольным баллоном отвердителем в дальнейшем заболел был отвердителем попшикал то есть я нарастил себе на кенга помню трещину клеем залил отвердителем про брызгал опять клей отвердитель клей отвердитель и потому что снимать и вот она была папа уже там его неудобно короче его неудобно снимать до сих пор на кенга езжу и он еще не течет то есть вариант клеем заклеить но если бы где-то знаете сверху была встречена вот как здесь у него кстати тоже трещина ну то ерунда мы все равно сейчас под давлением будем его проверять под каким-то это тоже кстати надо запаять то можно было пиклеем вот эту можно клеем даже если он будет вот так воды набирать да хватит по сути этот трещинка не о чем но здесь не самый чем будут набирать пол-литра но вытекать значит так немножко трещинку соединим полностью кстати на весь бачок посмотри посмотреть потому что тут речь примеру я не видел теперь мы с вами берем фен который я взял для пробы на недельку 2 включаем кнопка set первая скорость нет первая нам скорость мало давай те поставим 6 мне всегда на лакеи я всегда выкручивал максимально скорость воздуха температуру поставим градусов 400 хотя почему 400 мы паяем где-то там 360-380 иногда 400 когда толстенький поэтому давайте поставим 380 не в ту сторону 380 дальше пен нагревается берем присадочку треугольную не надо там тела не будет сколько чтобы треугольную туда впаивали далее нам бы как-то его закрепить потому что это вот сейчас я чуть-чуть попробую а потом поможет камеру передвинуть показать и тут еще трещина знаете она не ровно такая зигзагами зигзагами паять трудно блин надо вам камеру до переставить все-таки хотите что смотреть попробуем вот так температура стоит 380 вяло как бы вот еще бы добавить надо сейчас добавлю дойду до шоу пройдусь мне это мало поэтому что с вами сделаем сделаем четыре сотни четыре сотни вот и весь этот показатель температуры как говорил это все условно теперь например если я себе ее купил бы я моя постоянная была я знал бы что тонкий мы паяем выставляем 400 к примеру а более толстый мы выставляем 420 430 450 без пластик тонкий надо еще и не продавить его блин по моему трещинку еще одну увидел она в бок ушла я ее не замечал раньше адгезия адгезия ух классная нормально ай-яй-яй нормальная а вот еще трещинка есть то давайте все зальем нам что жалко электрода или станции я я даже на лакеи хотя как бы многие мастера паяют и ставят там температуру 360 когда бампера с ланосом с некси паяли 380 я всегда ставил градусов 400 420 потому что до 360 поставь и будем паять вот такой скоростью как мы паяем сейчас к примеру мне это никогда не нравилось мне нравилось паять быстро давайте еще дадим ради эксперимента 420 420 вроде попадаем до кадр так да ебки палки знаете как трудно совместить себе удобное рабочее место чтоб мне он не дрожал чтоб я паял хорошо еще и чтоб вы видели но вроде настроился что себе удобно так вам не видно извиняюсь что-то сопли побежали так не проваливайся да елки палки почти провалился пластик весь туда а провалился потому что много дал температуры окей я хочу попробовать побольше воздуха дать о восьмерочка да здесь еще трещинка одна была здесь просто несколько много здесь много маленьких трещинок а все верно я на лакее всегда воздух накручивал побыстрее здесь надо было накручивать есть вроде бы все хорошо здесь уже надо будет проверять так теперь мы нажали один раз кнопку сет один раз и он начал отключаться автоматически с продувкой без подставки охи насрали ну извините я не виноват что здесь не одна трещина а несколько их вот здесь еще возможно надо допаять и вот это сейчас надо еще пропаять давайте я допаяю а потом мы с вами попробуем каким-то образом его проверить под давлением слушайте можно я скажу свое мнение по-быстрому вот я тут попаял 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 мнение о паяльнике блин то это точно трещина Андрюх надо паять будешь доплачивать я тебе и так бесплатно паяю помнишь я тебе говорил торт купишь когда будет третья потому что Андрюшка разбирал машину сломал коллектор я паял потом сломал что-то еще я паял я сказал он говорит денег дать не надо но когда третий раз что-то сломаешь тогда с тебя торт Андрюх мне кажется это уже торт что удобно форм-фактор его удобно вот это вот знаете вот что положил паяешь положил паяешь надо тебе его выключить ты просто на сет взял нажал и выключил все он выключается он продувается продувался выключался надо включить кнопку сет все пошло вверх удобно что вот эту коробку большую не надо здесь на столе размещать вот удобно положил все что неудобно забор воздуха вот отсюда идет тут неудобно вот лучше бы его сделали три вместе потому что всегда его хочется положить экраном вверх и ты его вот ложишь ну а воздух перекрывается вот это да вот это чуть неудобно вот сейчас воздух наполовину перекрыть кстати можно попробовать ему воздух полностью перекрыть и посмотреть что произойдет сработает защита или сгорит но так как он не мой и это не рекламный ролик это просто спасибо парням за то что дали мне возможность поработать им мне так неудобно где-то его назад опишлю а потом будем уже думать надо себе не надо но я уже хотел бы такой себе ну а ну реально он может взять попробовать он до 480 у нас идет а если 450 жахнуть вот видите даже я вот одной рукой настраиваю и перекрываю воздух вот это да вот этот косяк какой-то хотя не косяк здесь бы если бы производитель паяльника сделал бы выступы такие миллиметра три например полоса три полоса и торчащая на миллиметров пять было бы здорово потому что если бы ты его положил бы вот так ты бы не закрыл он бы был поднят ну да вот такое производитель паяльника вы допустили китайцы вы лоханулись и допустили ошибку вот сколько у нас я хотел 400 440 дядька юрка с николаева ты вчера звонил спрашивал удобный неудобный покупать не покупать как держит температуру плавает ли температура ты знаешь 80 процентов моего ответа покупать все равно есть еще 20 процентов потому что он не проверенный временем хотя опять же люди писали что давно уже таким работают люди у кого именно такой 8208 отпишитесь пожалуйста как часто вы работаете довольны недовольны стоит покупать не стоит покупать другим человеком я еще конечно вот проверял в этом видосе термопарой тест на насколько обманывают показатели температуры на дисплее блин я я иду я вчера был у ребят где мой лаки 702 стоит и вы знаете и до надо было его забрать тоже проверить если сегодня буду заеду проверю а насколько ж мой лакей тоже обманывает просто я почему то не верю что если я возьму 700 лакей свой второй лакей 702 и померяю термопарой выход я не верю что он прям вот так совпадет как будет написано на экране он не совпадет все равно будет погрешность запчасти адресной он нас сюда отправит а через недельку он придет будем делать с вами эджа давно эджа не делали то есть я не верю что мой лакей 702 тоже будет пока у него не будет на термопаре выхода расхождением с этим с дисплеем будет только вопрос сколько потому что я вчера по моему у нас тут градусов 70 да было расхождение оно тут по моему то 60 было потом 70 стало у Игоря вроде 50 или 60 все позабывал ничего страшного если получится лакей попробуем сейчас еще один быстро очень замер сделаем термопарой просто знаете я немножко когда вот вообще вот увидел вот форм-фактор такие паяльнички компактные все я вот до сих пор ну как здесь ну как сказать я не понимаю что они засунули в эту коробку такого что нету в этой коробке для меня это одно сравнение это старый телефон который были 20 лет назад здоровый а это современный маленький компактный на новых деталях или что в этой коробке такого что надо делать такую здоровую а как люди ну что это как телевизор старый салдец салдецовский здоровый и новый вот такой который у всех сейчас в доме на стенке висит вот такое сравнение у меня вот большая такая станция с вот такой может конечно кто занимается там супер радиоэлектроникой ему конечно на такое ему надо знать там до градуса но нам на пластике до градуса нафиг не надо знать сделаем хочу сделать 420 градусов это вот та температура при которой мы уже не работаем почти никогда вот 425 при такой мы уже никогда не паяем термопару строго в центр и получается у нас 340 градусов а здесь на экране у нас 420 422 здесь у нас 440 и получается что вот такой выход температуры сопла нам нужен это он максимальный нужен для того чтобы паять пластик понятно да чем дальше будут наверное слабее уже а ну 300 ну да тут уже шаг влево шаг вправо считается расстрелом 340 350 о давай 360 вот надудлили мы 360 где то хотя опять же все таки я за 350 486 максималка больше она не крутится 437 то есть способна выдать Игоря станция на максималке это тоже запишем я всю эту дорогу вам что неправильно говорил она что способна до 520 520 у нее максималка а где у нас с вами 500 тут 480 написано вообще то я просто максималку не крутил никогда вот у Игоря на максималке она выдает по факту на термопаре 437 градусов там плюс-минус плавает здесь на максималке выдает 410 я у Игоря еще максималку вот так вот ловил именно вот поняли как бы его то в центр сдвинуть нет это больше не даст мне кажется 410 только что показывало это на максималке 520 410 412 было такое возьмем стабильную 410 410 410 а нет почему мы его около пятерки берем 415 415 здесь показывает 520 у нас уже 420 только что я видел ну ладно мы остаемся 415 так отключаем ее все что мы имеем мы имеем что у Игоря она более точно приближенно показывают как бы меньше погрешность в расходах да здесь погрешность больше в расходах максимальная температура у Игоря по факту 437 на этой по факту 415 да она проиграла блин прикиньте на 20 сколько там на 20 на 20 бля я посчитать не могу дико извиняюсь 15 плюс будет 430 на 22 градуса на 22 градуса она проиграла не поверите воспользовался глипулятором в натуре 22 градуса она проиграла на максималке что могу сказать на максималке никогда ничего не делал не паял ни на Игоря ни на Лакея на своем ничего я на максималке не делал полиамиды на максималке я тоже никогда не делал в основном мы работаем ПП ТПО АБЦ там АСА ПЕ такие которые им нужна температура вот такая и то нифига не такая потому что мы на станции ставим и 380 я ставлю зачастую 400 это значит меньше чем 360 по факту значит 430 420 430 надо ставить на этой станции при станции какая это станция паяльник вот станция вот эта станция массивная солидная большая прикольная но прикольная когда у вас есть стол и ваше есть рабочее место по пластику а когда я бегаю с ней как мы с вами делали болта и я ее тягал чтоб ухо два штуки припаять на переднем бампере у нас был болт белый недавно я носил ее паял по факту по месту уши идут под арками ну сейчас вы угадайте вот сейчас бы какую я бы взял вот эту или вот эту которая должна как я говорил в видосах ранее она должна быть просто вот вот смотрите вот вот все вот тут ее место с двумя напильниками и когда тебе надо припаять и просто ее взял пошел и припаял и не надо тягать эти коробки поэтому какую вам покупать с большой коробкой или форм-фактор такого плана решать только вам да бачок провисел часа четыре я его изначально крутил затыкал дырки дул все огонь все песня здесь понятно не может здесь была миниатюрная гречина воды сейчас уровень оно еще с подотвертки течет воды вот уровень по-моему вот так я налил больше потому что мне показалось что и закрепление штекера тоже подкапывало нет вот воды сколько то есть все прошло удачно сухенько красивенько тут давление в нем нет сами понимаете поэтому проверять там одним килограммом давления не будем мой лакей 702 420 по факту 380 то есть лакей врет на 40 градусов а еще у парней одна станция была она наоборот завышает показатели я вообще люди не понимают нафиг нам знать эти все расхождения температур но тем не менее это так знаете Игорь говорит нафиг тебе надо для общего развития просто для общего развития у нас есть 4 паяльные станции 3 из них занижают показатели лакей лакей 702 занизил на ой на сколько он занизил на 40 на 60 градусов лакей занизил а пацанов вот это вот к на 85 82 я не знаю почему я там ее несколько раз тестил она при выставлении 400 получается мы на 420 все станции ставили ну да Игоря только на 450 ну ладно там было все станции на 420 ставили и получили такие параметры выхода термопары фиг его знает может она неправильно показывать не знаю но меня удивило что это к на 85 82 пацанов при 420 она дает выход 500 вот это вообще утило 500 и сам прикол я говорю вы какой температуре паяете они говорят вот мы ставим 420 и паяем то есть они вот пластик паяют при 500 если кто-то скажет что-то там обугливаются при 500 это бредсевой кобылы возьмите сами где-то проявленную станцию поставьте максималку и попробуйте чего на них гуляют оно его быстро и провалит чем обуглит вот так просто чем ниже температура тем ты дольше будешь это все разогревать эту массу пластика массу тела эту трещину пруток чем выше тем оно у тебя все будет плавиться просто ты поток делай не на пруток а больше на трещинку чтобы на пруток только часть там 20-30 процентов воздуха попадала короче локей тоже гонит если что а у пацанов вообще я удивляюсь почему она на 80 процентов завысила показания я не верю что термопара на тестере плохая в общем вот такие у нас с вами параметры да вот это 85 на 2 которую обзоряли она у нее самая большая погрешность да получается не да 50 на 40 тут вообще на 90 градусов завысила 90 ну да короче их его знают смотрите ссылку на парней которые торгуют материалами которые наждачки там покупает и шкурки я оставлю на инсту они нам дали ее для эксперимента Андрей Макс Андрей Максим спасибо большое видео по машинке я думаю продолжим потому что Игорь сегодня Цибин дал краску подбирать это 4 дня только краска в подворье будет а машина накрыта пленкой у Игоря вот сейчас в данный момент поэтому все 4 дня работы нету из-за Цибина ждем краску Цибина почему ты смыдешься Цибин же краску подбирает все 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 ждем Цибин Владимир передайте пожалуйста Цибину что для Гошика надо краску быстро подбирать а то Вовка Цибин а то покрасим специально не в цвет и все узнают что ты не супер классно подбираешь поэтому давай видос выйдет завтра утром скорее всего чтоб завтра в обед человек уже позвонил и сказал Игорю едь забирай не смейся все хорошо всем пока всем счастья здоровья и всем удачи и нам уже запчасти сэджа отправили послезавтра приедут адресной доставкой поэтому у нас скоро будет с вами едж но едж там тянуть не надо даже если машина вот это будет еще 4 дня здесь стоять то погода солнечная в принципе я и там смогу все сделать там выдержки нету там такое регулировки двери замены морд замена всем пока забыл добавить все полезные ссылки под видосом как всегда на паяльники на шкребера еще на что-то на витал и на скидку 25 процентов пока она у нас работает всем удачи до встречи до встречи